По прогнозам врачей, пик острых респираторных заболеваний традиционно приходится на начало холодов. Это конец декабря, начало января. Самый действенный, по мнению врачей, способ противостоять болезни – вакцинация. Тамара Тармышева переехала в Анапу с Дальнего Востока и, несмотря на то, что теперь живет на курорте, прививки считает процедурой необходимой. Как говорят врачи, страшен не сам грипп, а последствия, которые он несет. Это коварное заболевание своими симптомами похоже на обычное ОРЗ – головная боль, температура. Но распознать болезнь могут только опытные медики. В случае самолечения народными методами последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Для некоторых слоев населения эта прививка обязательно. В эту категорию входят учителя, медики, силовики и школьники. Прививаться должны обязательно все. С чем это связано? С тем, что работодатель, оплачивая больничные листы своим работникам, сам теряет свои доходы. И работник, если он не привит, он очень долго восстанавливается. То есть это может быть болезнь не в легкой форме, неделя, допустим, ну максимум 10 дней, это может затянуться и на 2 недели. Это могут быть и летальные исходы, еще раз говорю. Поэтому призываем прививаться всех. Вот в ближайшее время мы прививаем нефрос, это нефрологический центр, и прививаем детскую спортивную школу номер 3. При вакцинации используется препарат Савигрип. Он успешно зарекомендовал себя в прошлом году. Недостатка в вакцине нет. На данный момент уже привито более 4 тысяч детей и такое же количество взрослых. Жители подходят к этому осознанно. Поэтому, если в прошлом году было привито порядка 50% населения, то в этом году цифра увеличится до 60%, а это более 100 тысяч человек. Это связано и с тем, что вакцинация показывает свою эффективность. Это связано с растущему населению интересом к вакцинации, потому что даже до момента ее начала уже многие звонили мне, моим коллегам и спрашивали, когда же она уже начнется. Потому что те, кто провакцинировался в прошлом году, позапрошлом году, они всю зиму провели спокойно. Они не заботились тем, что кто-то в коллективе болеет или чихает. Они не носили маску, они не пользовались народными средствами какими-то для профилактики гриппа. Они были вакцинированы и жили абсолютно спокойно. Взрослое население может поставить прививку в городской поликлинике. Детей можно провакцинировать в детской. Жители сельских округов могут обратиться за услугой в амбулатории по месту жительства. Руслан Душевский, Анапа. Регион.